МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На интере стартует информационный вечер с Алексеем Лихманом. Это значит, что в 21.00 нас ждёт политическое ток-шоу «Чёрное зеркало». Но прежде узнайте главные подробности этого дня. Начинаем. Исход из нафтогаза. Почему из компании массово уходят чиновники? Репетиция отчёта. Как премьер в Раде об успехах доложил, но пока неофициально. Корейское обострение. США и КНДР уже в открытую грозят друг другу войной. Большое послание нардепам. Ровно год назад парламент проголосовал за нового премьера и новый состав правительства. Сегодня Кабмин Гройсмана собирал овации и рассказывал, как в стране жить дальше. О чём просил премьер депутатов? К чему призывал? Какие реформы обещал? И главное, услышали ли Гройсмана «Слуги народа»? Всё в сюжете Екатерины Лысинга. Даже до половины зала не дотянули. Только на уровне фронта блок Петра Порошенко смогли хоть как-то мобилизоваться. Хотя сегодня в зале не просто традиционный разговор министров с нардепами, а годовщина работы Кабмина. На овации уже со старта избранники не скупятся. У трибуны сегодня главный премьер. Это не отчёт о выступлениях, хотя говорит Владимир Гройсман и о достижениях, и о направлениях, и о единстве, к которому в парламенте то и дело призывают. Дальше список задач. Все они прописаны в меморандуме СМВФ, но теперь их нужно оформить в законопроекты и проголосовать. Первым делом – пенсионную реформу. Поднять пенсию от 200 до 1000 гривен щемесячно. Мы отменим с вами податкувание пенсий для працующих пенсионеров. Мы сделаем прогнозы еще 4 миллионов пенсий и поднимем минимальные социальные стандарты. Этой программой мы хопим с вами 9 из 12 миллионов украинских пенсионеров. Говорит премьер и о рынке земли, внутри которой Украина тоже обязалась. Сегодня украинский уряд инициирует реформу, которая даст возможность физическим особам, украинцам, один одному продавать землю. Потом рассказывает о большой приватизации, для которой тоже есть дедлайн. Мы должны пройти шлях, который позволит эффективно использовать государственные предприятия через публичный продаж, конкурентный. Много говорит премьер и о дорогах, и о медицине, и об образовании. Провожают его опять овациями. А дальше вопросы уже с места даже у фронтовиков касаются будущей работы правительства. Скажите, какие действия вы запланировали до конца года в этом направлении, чтобы в следующий год у нас был позитивный прирост в выработку природного газа? Нужно в конце 2018 года понизить ренту на добычу газа и ввести единую ренту на уровне 12%. К слову, на повышение ренту на добычу того же собственного газа еще в 2015 году настаивал тогда, как премьер Яценюк, так и его фракция. И Рада все поддержала. Теперь, очевидно, нардепам придется переголосовывать, изменяя свои же решения. Спрашивали нардепы и о дорогах, и о реформах, за которые уже через месяц, возможно, придется голосовать. Согласно меморантам, мы должны были успеть проголосовать в апреле как минимум пенсионную реформу, в мае земельную реформу. Посмотрим, будет это готовиться или не будет. Министерство социальной политики мает чутко сказать жителям страны, людям, как будет изменяться пенсионная реформа. Нехай они покажут законопроекти по пенсионной реформе. До речи, они же поставили подписчик до конца квитня. У нас наступныя заседания Верховной Ради Украины, когда? 15 травня. Где законопроекти по пенсионной реформе, по рынку земли, и другие законы, которые ожидают люди. Понимаете, что сейчас парламент на 4 недели будет работать в других форматах, в комитетах, в округах, то для премьер-министра, может быть, было важно завершить эту часть сессии своим персональным выступом. Теперь у Кабмина есть целый месяц, чтобы разработать и доработать свои реформы, а также убедить фракции их поддержать. Впрочем, все призывы к парламенту в ближайшее время будут не настолько публичными. Сессионный зал в Нардепе вернутся только через месяц. Тогда, возможно, будет и полный отчет правительства. Но я уверен, что в ближайшее время мы, в соответствии с законодавством, увидим уже этот звезд. Я не могу сказать точно, но я не думаю, что есть сенс оттягивать, потому что Рада на сегодня налаштована, принята его доведомо и залишит и працевать это. Ну а депутаты на позитивной ноте уже к полудню покинули парламент. Теперь они месяц могут наслаждаться перерывом между сессионными неделями. Интересно, какие оценки деятельности Кабмина за год выставят эксперты и политики в студии «Черного зеркала». Мы узнаем это уже скоро после подробностей. Поговорим и о депутатских итогах. Ведь если премьер о своей работе доложил, то чем хвастаться Нардепам? С какими достижениями они покидают сессионный зал перед долгими каникулами? Причем, вероятнее всего, вдали от родных берегов. Да и как будут работать потом? Об этом мы спросили у политологов. Значительную часть законопроектов запланированы в апреле. Они их не приняли. А соответственно дальше у них почти месяц каникул. То есть а дальше останется месяц работы. И как всегда, очень многие традиционно законопроекты рассмотрены не будут. Ничего удивительного в том, что война войной, кризис, а Мальдивы по расписанию. Это не, скажем, споры о изъянах или достоинствах законопроектов. Это просто явная демонстрация того, что законодательная деятельность для депутатов является... Ну, депутаты приходят в Верховную Раду не реализовывать политические программы, государственный интерес. А они приходят заниматься туда большим иманом бизнеса. Ну, основное то, что осталось и то, что чревато огромными скандалами, это в первую очередь так называемые законы МВФ. Касаемые пенсионной реформы. Очень чувствительные части населения, которые вообще на выборы ходят. Это раз. Второе касаемо применения третьего энергопакета. Кроме того, что были обещаны применения обонплаты на газ, тут закон об электричестве. Еще неизвестно, в каком формате будет имплементирован и как реально он будет работать. Неурегулировано очень много вопросов. И эти вопросы придется как-то решать и как-то продвигать через парламент. Нерешенные вопросы накопились и коллегу Ляшко. Нардеп Сергей Каплин считает, что радикалы незаконно называют себя фракцией. Ведь в их депутатской группе не хватает депутата-мажоритарщика, как того требует регламент. А называться фракцией Ляшко разрешили взамен на поддержку большинства при голосованиях с последующим вхождением в коалицию. Согласно статье 58, часть 1 Украинского регламента, регламент Верховной Ради Украины, фракция должна складаться из списочников, как это говорится в народе, и хотя бы одного мажоритарника. Никакого мажоритарника эта партия не должна. Эта фракция позволила раздерибанить страну. Эта фракция позволила порубью и компании наступить на горло опозиции в Верховной Раде Украины. Эта фракция сегодня проводит политику Международного валютного фонда в Верховной Раде Украины и в целом в нашей стране. Отжимание украинской земли в украинских гражданах. Они позволяют увеличивать тарифы. Они позволяют замороживать пенсии, зарплаты. Фактически делают все, что диктует руководство Международного валютного фонда. Но не все требования МВФ и других западных партнеров в Украине спешат выполнять. Задекларировавшие миллионы депутаты и чиновники ведь до сих пор спят спокойно, без проверок. А сегодня вообще стало известно, что из национального реестра исчезли две сотни деклараций украинских чиновников. Произошло это после недельного перерыва в работе сайта и обновления системы. Большинство утерянных документов от высокопоставленных сотрудников Генеральной и Военной прокуратур. Среди них Юрий Луценко и Анатолий Матиос. Только ближе к вечеру в Национальном агентстве по предотвращению коррупции объяснили. Такие меры временные и якобы приняты для обеспечения безопасности силовиков. Уверяют, что декларации до сих пор хранятся на ресурсе. В Нафтогазе подтвердили уход главы наблюдательного совета Юлии Ковалив. Напомню, о своем решении уволиться она сообщила еще вчера. Причиной стал провал реформирования компаний со стороны власти. Ранее о намерении покинуть должности заявили еще трое членов наблюдательного совета Нафтогаза. Тем временем эксперты утверждают, что украинцы переплачивают за газ миллиарды гривен, а тарифы незаконны. Подробнее в справке наших журналистов. Только за прошлый год тарифы на газ для украинцев выросли в четыре раза. Сейчас за тысячу кубометров люди платят почти по 7 тысяч гривен. Это около 250 долларов. Однако это цена импортного газа, который Украина закупает у европейских посредников. А людям, согласно закону, должны продавать не импортный, а наш украинский газ, собственной добычи. Его вполне хватает для нужд населения. И стоит он гораздо меньше, около 80 долларов за тысячу кубов. Если добавить сюда деньги на развитие нефтегаза и увеличение добычи, выходит, что тысяча кубометров для украинцев должна стоить не более 4,5 тысяч гривен, но никак не 7. Только за прошлый год украинцы переплатили за голубое топливо более 1 миллиарда 700 миллионов долларов, считают эксперты. Это при том, что половина страны и вовсе не может платить по новым тарифам. Долги теплокоммунэнерго перед бюджетом уже составили более 20 миллиардов гривен. А вот нефтегаз, наоборот, за прошлый год получил 26 миллиардов гривен прибыли. При этом руководители компании увеличили себе зарплаты в 13 раз. Вот документы. В среднем каждый из 10 топ-менеджеров НАК заработали по 8 миллионов гривен. А зарплата главы нефтегаза Андрея Коболева составила более 2 миллионов гривен в месяц. Напомним, еще ранее журналистам удалось снять, как выглядит дом главы нефтегаза, площадью 300 квадратов в элитном поселке под Киевом. Только в позапрошлом году его оценили в 1 миллион долларов. Возможно, именно увеличением доходов Коболева после роста тарифов можно объяснить и его попытку в прошлом году приобрести бронированный Мерседес за 5 миллионов гривен. Однако после того, как об этом узнали журналисты, глава нефтегаза резко передумал. Проверить деятельность нефтегаза, а также куда уходят деньги украинцев и почему люди платят за наш газ, как за импортный, на этой неделе НАБУ призвали нардепы. Нафтегаз в Украине – однозначно чорна клоака діра, корупційна, абсолютна. Мы требуем прозорого аудиту цієї компании. Она не выводит, не транспортует газ. Но основная часть этого здирательского тарифа, который мы платим, этих 7 тысяч гривен, больше и половины, оседает в нафтегазе. Почему? За что? Как эти деньги распределяются? Куда они взаимодействуются? Этого никто, общество не знает. Питание независло. Как сейчас будет происходить ситуация? Комитет должен на своем заседании призначити новый конкурс соответственно закону. И это будет сделано на следующем заседании комитета. Я так ожидаю, что это будет або на следующем неделе в середину. Уже сегодня начинаем работу, контроль за деятельностью каждого члена рахунковой палаты. И заставим рахунковую палату свидетельствовать про то, что они делали, как они делали и какие самые справы стосовно коррупционерам передали до правоохранных органов. Экс-начальника столичной ГАИ, которого подозревают в коррупции, вчера экстрадировали из России в Украину. А уже сегодня ему избирали меру пресечения. Что же ждет обладателя некогда такой хлебной должности? Подробности далее. Здравствуйте. Прокуроры настаивали на том, что он, пользуясь своим служебным положением, получил неправомерную выгоду в размере больше 700 тысяч гривен. Сам же Макаренко от обвинений полностью открещивается. Доказательства называет сфабрикованными, рассказывает, в России был на лечении. Там же сотрудники ФСБ предложили ему политическое убежище. Но принять его, как говорит сам бывший начальник столичного ГАИ, отказался, потому что денег на жизнь за границей не хватает. Я бы остался в России. Мне три раза в ФСБ, в Генеральной прокуратуре предлагали политическое убежище. И как здравомыслящий человек, и здесь и присутствующий, мне проще было взять политическое убежище и остаться в Москве, да? Или в Крыму, на всякий случай. На прямой вопрос журналистов Николаю Макаренко, замешаны ли вы в коррупции, находясь на такой хлебной должности, как начальник столичного ГАИ, подозреваемый так и не ответил, зато вспомнил, что за хорошую службу однажды был награжден самим главой МВД Арсеном Аваковым. За мою плохую работу, я говорю только в кавычках, значит, министр внутренних дел, Александр Борисович Аваков, наградил меня, я наградил оружием. Если я был плохой работой, я награждался в таком деле. Ну, 30 лет я отслужил, и вы, наверное, слышали, да? Одни только были награждения. Выслушав стороны, судья взяла перерыв на час, после чего озвучила свое решение. Николай Макаренко арестован на два месяца до 13 июня с возможностью выплаты залога в размере 5 миллионов гривен. Это почти столько же, сколько требовала прокуратура. Олег Решетняк, Иван Матриченко и Богдан Савруцкий. Подробности телеканал Интер. Но у украинских правоохранителей подобные громкие аресты, похоже, не очень пугают. В Одесской области активисты заявляют о возвращении старых коррупционных схем, когда за взятку можно было сдать экзамены на получение водительских прав. Какие сейчас тарифы? Выяснял Андрей Анастасов. Один из территориальных сервисных центров МВД в Одессе. Раньше они назывались МРЭО. Два десятка активистов пришли с обвинениями. Дескать, уже полгода, как сюда вернулись старые схемы. Через посредников в автошколах люди, по сути, покупают водительские права. В сумме экзамен по теории ПДД и экзамен по вождению стоят якобы 200 долларов. В качестве одного из доказательств активисты предоставили аудиозапись. Разговор одесситки с инструктором автошколы. Он объясняет, что результаты компьютерных тестов за взятку можно подкорректировать. Вы сами приходите, сами решаете, все сами делаете. Единственное, что если вы там неправильно ответите, все равно будет результат положительный. А, ну они там уже в ГАИ сами все делают, да? Да, они в ГАИ сами. А за шушение деньги берут. Общественники говорят, обращались в правоохранительные органы и даже устраивали вместе с ними спецоперации, чтобы поймать взяточников на горячем. Но каждый раз кто-то сливал коррупционерам информацию. Отсюда активисты сделали вывод. Силовики покрывают преступный бизнес своих коллег. По их данным, половина собранных денег отправляется в Киев, в центральный аппарат МВД. В центре получается сигнал о том, что этот или этот компьютер за него уплочено. Там идет подмена результатов экзаменов. В итоге, по нашим подсчетам, в районе миллиона долларов каждый месяц наличка идет на весь. В сервисном центре обвинения в коррупции категорически отрицают. Я вас уверяю, этого нет. Все факты, которые зафиксировали общественники, я так понимаю, они их передали уже в определенные органы и структуры. Эта информация будет проверяться. Активисты же теперь намерены приходить и лично контролировать, кто и как сдает экзамены. Правда, журналисты так и не поняли, как это в итоге может помочь в борьбе с купленными правами. Похоже, без специального расследования здесь не разобраться. А вот борьба с преступностью у наших правоохранителей не задается. По крайней мере, мир этого не видит. Мы заняли 124 место в рейтинге самых безопасных стран мира. Список составили эксперты всемирного экономического рейтинга. Всего в перечне 136 государств. Наша страна обогнала только несколько стран Азии, Африки и Латинской Америки. Например, Пакистан и Гондурас. В Николаеве предупредили контрабанду украинского военного оборудования в Россию. Операцию проводила СБУ вместе с военной прокуратурой. Двое сотрудников госпредприятия «Заря Машпроект» выносили с завода запчасти для газотурбинных установок. В России их планировали использовать для ремонта военных кораблей. Дельцы вывозили детали небольшими партиями и складировали дома. На предприятии заметили недостачу и обратились в СБУ. Мужчин поймали, когда они в очередной раз пытались вывести детали с завода. Обоих задержали. Суд уже избрал им меру пресечения. Содержание под стражей. За нелегальную торговлю военным оборудованием им грозит до 4 лет тюрьмы. Спроба контрабанды была на замовлення російської сторони, громадянина РФ и представника коммерциальной структуры, который действует на замовленням військово-промислового комплекса РФ. То, что вылучили с авто при спробе вывезти из предприятия, это лишь маленькая часть того, что вылучили под дальнейших наступных обшуков. Из крупнейшего мирового экспортера минудобрений в импортеры. Всего за год Украина лишилась звания одного из крупнейших поставщиков азота. По подсчетам финансистов, миллиарды долларов уже потеряны для нашего госбюджета. Отечественный производитель практически на грани закрытия. Зато монополистом на украинском рынке азота, как ни странно, стала Россия. Сегодня группа нардепов обратилась к правительству с депутатским обращением не допустить остановку черкасского азота. Требует защитить отечественный рынок минеральных удобрений от монополизации производителями из страны-агрессора. Полная блокада импорта химудобрений российского производства. Группа парламентариев направила депутатский запрос с требованием не допустить остановки черкасского азота. Требует защитить отечественный рынок минеральных удобрений от монополизации производителями из страны-агрессора. Путь российским поставщикам в Украину открыл Кабмин Яценюка. На отечественный рынок на льготных условиях зашли 4 компании. Имея преимущество в цене 100 долларов за тонну, россияне заняли монопольное положение. С декабря Украина пыталась ввести заградительные пошлины, но это решение было заблокировано. Таким образом, последние полгода полевые работы проходят практически полностью на российских удобрениях. Межвідомча комиссия, которая, по сути, сняла мито из российских предприятий, и они вольно продают для украинских фермеров, то есть те самые миндобрива, которые, по сути, за первое поле 2016 года, это на больше чем 2 миллиарда гривен. И не доплачено до украинского бюджета 422 миллиона гривен. Это и большие деньги для украинского бюджета на сегодняшний день. Одна из компаний, работающих на украинском рынке, Еврохим, принадлежит российскому олигарху Андрею Мельниченко. Это крупнейший производитель миндобрений в России. С 2012 года предприятия участвуют в федеральной программе модернизации российской армии и флота. И в оборонку, по заявлениям руководства Еврохима, компания вложила крупные суммы. По мнению нардепов, члены межведомственной комиссии, позволившие Еврохиму торговать в Украине, преследуют свои интересы. Стимулирование российского производителя – это гол в свои ворота, считает финансовый аналитик Александр Ахрименко. Всего за год Украина из главного экспортера миндобрений превратилась в импортера. А это миллиардные потери для бюджета, которые пытаются закрыть кредитами МВМ. Украина, как правило, на экспорте тех же миндобрений зарабатывала 3-4 миллиарда долларов. Сейчас же, соответственно, мы, так как не производим, экспортировать ничего не можем, мы покупаем из-за рубежа. В результате потерял украинская промышленность, плюс, ко всему, мы потеряли и экспортный потенциал. В свое время химическая промышленность ВВП занимала 10%. Сейчас с трудом занимает около 3%. То есть, как видите, падение довольно большое. И действительно, пока не возродим химическую промышленность, в общем-то, это будет трагедией для всей экономики Украины. Прекратить торговлю с Россией и поддержать украинских производителей требуют парламентарии. Если Кабмин не прислушается к ним, готовы пойти на радикальные меры. Мой коллега Олег Петренко готовый вдаваться, как представник национального корпуса, к физическому перешкоджению проходжения вантажей в Украину. Я думаю, что в этом случае я готов его поддерживать и быть с ним вместе, потому что это уже непрепустимая ситуация. Говорить о недопуск газу российского производства на украинский рынок и дотримать это слово, и параллельно вести торговлю по химическим добровым, это, мягко говоря, непрепустимо. Что остается? Блоковать, делать блокаду на российском кордоне, чтобы не завозились таким количеством селитра? Где-то пару вагонов привезти, под Кабмином высыпать? Ну, возможно, и до того придется дойти. Разобраться в ситуации на рынке Минудобрений нардепы просят также НАБУ и Генпрокуратуру, а заодно и проверить членов межведомственной комиссии. Не участвуют ли они в коррупционных схемах? Оксана Григорьева, Леонид Тоборин, подробности, телеканал Интер. А в зоне АТО только с начала этих суток четверо украинских военных получили ранения. Боевики продолжают вести огонь по всей линии фронта, применяя крупнокалиберные минометы и бронетехнику. Жарче всего на подступах к оккупированному Донецку. О ситуации на передовой расскажет наш корреспондент Станислав Кухарчук. На этих полях под Донецком уже должна была зеленеть пшеница, но уже третий год здесь линия фронта, и большинство населения выехало. Командир с позывным «Боссман» осторожно обходит позиции. Говорит, со вчерашнего дня, с 10 утра, в очередной раз должен был вступить в силу режим тишины. Но для боевиков это, похоже, не имеет значения, как и первоапрельское перемирие. С такими обстрелами каждый день на наших позициях раненые. Больше всего достается защитникам Авдеевской промзоны. Отсюда хорошо слышны звуки ожесточенных боев. С перемирием нам не можно стрелять, а по нам стреляют. Что это было? Это далеко, это в Авдеевке. В общем, мы почти в Донецке стоим. Может быть, они боятся, что мы скоро отвоюем свою землю. За родную землю большинство бойцов воюют еще с 2014 года. Это бывшие менеджеры, учителя, водители и строители. За три года войны ребята устали и давно бы сломались, если бы не поддержка украинцев. Вы знаете, это больше как морально. Почему? Потому что это идет поддержка с тыла. То есть родные беспокоятся за нас. Год назад эта лесополоса еще была в руках боевиков. Так, шаг за шагом наши военные освобождают землю от оккупантов. Константин убежден, что скоро снова зайдет на территорию бывшего Донецкого аэропорта. Отсюда видны его руины. В 2014 он был среди защитников терминала. Обязательно хочется зайти, почтить память тех всех хлопцев, которые там погибли. Ну и, конечно, не отдать наш украинский Донбасс никому. Но пока бойцы, стиснув зубы, пережидают очередное огневое перемирие. Только с начала этого дня среди украинских военных уже четверо раненых. Станислав Кухарчук, Вадим Ревун, Владимир Малахов. Подробности, телеканал Интер, Донецкая область. США сбросили на Афганистан свою самую мощную неядерную авиабомбу. Ее называют матерью всех бомб. Целились по подземной базе экстремистской группировки ИГИЛ, где прятались боевики. В результате удара погибли 36 исламистов. Демитиметровая бомба весом 10 тонн подорвала комплекс тоннелей, которые использовали боевики исламского государства в провинции Нангахар. Снаряд изготовили еще в 2003-м, но в боевых условиях использовали впервые. Вот кадры испытания этой бомбы 14 лет назад. Угроза новой войны. США предупредили, могут нанести удар по Северной Корее. Вашингтон направил в этот район авианосцы, чтобы предотвратить новые ядерные испытания. Насколько серьезно настроен Трамп и чем грозит в ответ КНДР? Дмитрий Анопченко подробнее из Вашингтона. Томогавки снова готовы к пускам. Соединенные Штаты расположили два своих эсминца всего в 300 милях от места, где Ким Чен Ын уже в эти выходные собрался проводить испытания. Туда же перебрасывают ударную группу ВМС и атомный авианосец Карл Винсон. Их маршрут через Корейский пролив, в акваторию Японского моря, непосредственно к восточному побережью КНДР. В Вашингтоне не исключают, что нанесут превентивный удар. Этот факт телеканалу NBC подтвердили сразу несколько высокопоставленных офицеров разведки. Глава Пентагона накануне заявил, в отличие от Сирии, где Соединенные Штаты действовали самостоятельно, операцию в Северной Корее Штаты согласовывают с международными партнерами. И Пхеньян должен изменить свое поведение. О том, что вслед за ударами по Сирии и Афганистану теперь могут последовать и боевые действия в Северной Корее, здесь, в Вашингтоне, все говорят всерьез. И цитируют Дональда Трампа, мол, мы будем рассматривать все варианты воздействия на КНДР. И если Китай не уговорит корейцев отказаться от испытаний, Соединенные Штаты намерены действовать самостоятельно. Дошло до того, что количество поисковых запросов в интернете по фразе World War III, Третья мировая война, превысила все возможные показатели. Мировой рекорд поставлен. А дело все в том, что Ким Чин Ин не асад. Он обиду не проглотит. Уже сейчас угрожает ответными ударами. Его генштаб прислал официальное заявление. Уничтожат американские корабли. Мол, чем ближе они к нашей территории, тем более эффективным будет удар. А еще обещают атаковать американские военные базы. В Японии и на территории самих Соединенных Штатов. И сравнять землей резиденцию главы соседней Южной Кореи. Иностранные журналисты, которые находятся сейчас в Хиньяне по приглашению режима Ким Чин Инна, передают, что местные чиновники в интервью говорят им откровенно. Если Америка атакует, то Северная Корея в ответ начнет войну. Многие даже предполагают, что такое огромное количество журналистов, которых пригласили местные власти, это попытка создать так называемый живой щит на случай осложнения ситуации. Ситуация откровенно сложная. Это признают все, от ведущих журналистов до военных экспертов. Развязка возможна уже завтра-послезавтра. Ведь испытания, которых пытается не допустить Трамп, планировали приурочить ко дню рождения Ким Ирсена. А годовщина-то 15 апреля. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Продолжаем подробности. Вот что узнаете из второй части выпуска. Сегодня ночью скончался избитый в Лукьяновском СИЗО заключенный. По словам начальника санчасти-изолятора, пострадавший Игорь Матвеев умер от травмы черепа. Потасовка произошла между погибшим и экс-бойцом батальона «Торнадо» Ильей Холодовым. Об этом заявило начальство СИЗО еще в среду. Но причины драки не разглашают. Когда точно он умер, сегодня ночью. Это была черепно-мозговая травма. Это не входит в мою компетенцию, где он и как ее получил. Мы констатировали только факт отрывания травмы. Напомню, 12 бойцов батальона «Торнадо» обвинили в издевательствах над мирными жителями Луганской области. Больше года они грабили и насиловали людей, за что суд приговорил экс-торнадовцев к лишению свободы на сроки от 8 до 11 лет. Защита решением суда осталась недовольна и подала апелляцию. Именно поэтому осужденные находятся в следственном изоляторе, где ждут вступления приговора в силу. Поэтому, пока виновные сидят в СИЗО день за два, ведь на вчерашнем заседании Верховной Рады нардепы провалили изменения в закон Савченко. Высший совет правосудия уволил судью жертвневого райсуда Днеправа Дима Галичева. Дескать, он нарушил закон. К тому же, в октябре прошлого года служителя Фемиды детективы Набу поймали на взятки 10 тысяч долларов. Но судья пытается усидеть в своем кресле и готов за это бороться. Подробнее в следующем материале. Судью жертвневого райсуда уволили за решение, которое он принял еще в 2013 году. Тогда УБП взял в конвертационном центре более миллиона евро и 100 тысяч долларов. Судья Вадим Галичев принял решение не накладывать на эти деньги арест. Судья фактически вынес решение, которое сприяло в дальнейшем, чтобы эти деньги были повернуты третьим особам. То есть, благодаря его решению, фактически, эту схему было реализовано. Высший совет правосудия расценил решение Галичева как нарушение закона и постановил уволить. После отримания решения Высшей Рады правосудия про позволение, голова суда будет выносить наказ про его выключение со штата Штатного районного суда. В жертвовом районном суде Вадим Галичи занимал должность заместителя председателя суда. Проработал там недолго, около пяти лет. Но успел прославиться в октябре 2016-го. Его с крупной суммой денег, 10 тысяч долларов, арестовали детектива НАБУ. Взятку он должен был передать следователю, чтобы тот замерил дело. Но под стражей Вадим Галичи пробыл недолго. Соломинский суд Киева выпустил его под залог в 260 тысяч гривен. Все обвинения судья считает необоснованными и решение Высшего совета правосудие не признает. Даже готов его обжаловать в Высшем админсуде Украины. Вважаю его необорудованным. Вважаю, что он не отвечает международным стандартам, правилам, что доцельности и оборудованности протягивания судей до дисциплинарной ответственности в моем случае. Удастся ли Галичему вернуться на работу в суд? Большой вопрос. А вот до 8 лет тюрьмы он вполне может получить. Дело о взятке до сих пор рассматривают в Запорожской области. Елена Медалёк, Евгений Конецов. Подробности телеканал Интер. Днепр. Четверо черных трансплантологов арестованы. Напомню, группу подозреваемых в торговле человеческими органами задержали сотрудники СБУ, прокуратуры и полиции во вторник в аэропорту Борисполь. В нее входили двое турок и два украинца. Они якобы оказывали услуги лечебного туризма. В течение полутора лет группировка вывозила согласившихся на изъятие органов граждан Украины в Турцию 4-5 человек в месяц. На одной операции черные трансплантологи зарабатывали от 80 до 100 тысяч долларов. Максимальное наказание, которое им может грозить до 15 лет лишения свободы. Остановить катастрофу. Ветсанзавод на окраине райцентра Ковель превратили в скотомогильник. Территорию буквально завалили трупами животных. Вот уже месяц при въезде на предприятие самый настоящий блокпост с круглосуточными дежурствами. Подробнее и на Белецкое. Горы Тушни, выносимая вонь, лающие псы, отводящие глаза работники. Апокалипическая картинка из фильма ужасов – это госпредприятие Ковельский ветсанзавод пищевых добавок. С конца 70-х здесь перерабатывают останки животных, которые свозят с фермерских хозяйств. Работают с переменным успехом. Зима скрывала масштабы катастрофы. Несколько месяцев сюда одна за другой шли машины с останками. На территории предприятия и вокруг него около 3000 тонн костей, перьев, шкур. Все это издает смрад, загрязняет почву и несет опасность. В 400 метрах жилые дома. Этой весной жизнь жителей Ковеля превратилась в ад. Воду из колодцев пить опасно, надо ждать привозную. А дети играют с черепами. Вот уже месяц при въезде на завод настоящий блокпост. Люди дежурят и не пускают машины с останками. Сейчас завод и вовсе остановился. Директор, назначенный из Киева, отсутствует. Завод на данный момент в простой. А чего в простой? Скажите, пожалуйста. На колью я не выполнил работу. Чего так стало? Я ничего не знаю. Работники отвечать на вопросы не хотят, но блокпост их возмущает. Кто сфотографирует? Вот там что делается на дороге экологию? Что там делается? Бачили, что делается? Скак, еще, проблука, все, влога, я как? Что не сфотографирует? Я сфотографировал, и витернет посылал тоже. Люди со страхом ждут тепла. Они обивают пороги местных историчных кабинетов, но везде получают отписки. У нас приезжают, пишут нам бумажки, отписывают нам письма. Теперь жители Ковеля просят, чтобы вмешалось руководство страны. Заявляют, летом городок в 60 километрах от границы Евросоюза окончательно превратится в зловонное место экологического бедствия. Открытие уголовного производства проблему не решит, даже если прокуратура найдет виновных. Останки нужно вывозить. Вот только куда? Об этом должны. Думать власти. И на Белецкой Николай Васильюк подробности телеканал Интер, Волынская область. Ангеле Меркель выставили счет. Мэры немецких городов, они требуют от канцлера компенсировать расходы на содержание беженцев. О каких суммах идет речь и как реагирует официальный Берлин, знает Татьяна Лагунова. Берлин, офис канцлера лично в руки Ангеле Меркель. Мэры немецких городов шлют письма в столицу со счетами. Они требуют от правительства компенсировать расходы местных бюджетов на содержание, питание и интеграцию беженцев. Первым выставить счет Ангеле Меркель решился городоначальник саксонского Фрайберга на сумму 736 200 евро. Свен Крюгер подсчитал, именно столько потратил город на содержание 2000 беженцев. Инициативу саксонского мэра подхватили и коллеги из других городов. И тоже начали считать, сколько денег выделило государство, сколько реально потрачено и каков дефицит. В Берлин полетели счета. Мэр Хеммингена требует компенсировать 620 тысяч евро. Его коллега из баварского Ланцхута 2 миллиона. А градоначальник Лангенфельда не досчитался вообще баснословной суммы 4 миллионов евро. Руководители на местах жалуются, правительство выделяет деньги, но их банально не хватает. И просят либо увеличить финансирование, либо пересмотреть миграционную политику. Официальный Берлин жалобы недовольных мэров пока не комментировал, но на них уже отреагировали руководители местных правительств. Мэров, которые выслали счета в Берлин, пригласили на разговор к премьерам земель, чтобы обсудить, как залатать дыры в местных бюджетах. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Лепен могут лишить парламентского иммунитета. Французские следователи обратились с просьбой снять неприкосновенность лидера ультраправой партии Национальный фронт, а также депутата от ее полицилы Марии Кристин Бутанне. Подозревают их в растрате средств Европарламента в пользу Национального фронта. А именно, трудоустройстве помощников, которые получали зарплату, но никакую работу при этом не выполняли и даже не появлялись в Страсбурге. Ранее Лепен заявляла, что не собирается являться для дачи показаний, поскольку имеет депутатскую неприкосновенность. Более половины граждан Турции готовы поддержать Эрдогана на референдуме воскресенья. По данным соцопросов, за расширение полномочий президента готовы проголосовать более 51% избирателей. Но здесь стоит отметить, что на результаты может серьезно повлиять и волеизъявление миллионов турок за границей. На референдум 16 апреля вынесен вопрос о поправках к конституции страны, в том числе и переходе от парламентской формы правления к президентской республике. Еще один неудачный день для европейского футбола. Четвертьфинал Лиги Европы между французским Леоном и турецким Бешикташем начался с драки фанов, которые выбежали на поле. Матч откладывали около часа, пока не успокоили болельщиков. Подробнее уже о третьем футбольном инциденте за неделю Елена Абрамович. О том, что эта игра опасна, власти Леона понимали. В городе ожидали 15-20 тысяч турецких фанатов. Матчу присвоили категорию максимального риска и подготовили тысячу стюардов. Но стычки между фанами начались за два часа до начала игры. Возле стадиона. Чтобы разогнать болельщиков, полиция использовала слезотечивый газ и шумовые гранаты. Игру задержали, так как на поле выбежали болельщики Леона. Турецкие власти уже успели обвинить именно их в срыве матча. Но очевидцы рассказывают, французские фанаты на самом деле убегали от турок, так как те забрасывали их петардами, а потом ворвались в секции Леона и устроили драку. Неспокойно было и вокруг стадиона. Игра началась на 45 минут позже, после того, как фанов удалили с поля. Для европейского футбола это уже третий инцидент за неделю. Во вторник в немецком Дортмунде подорвали автобус местной Барусии, из-за чего матч перенесли. А в среду в Мадриде фанаты английского лестера затеяли масштабную драку с испанской полицией. Елена Абрамович, Евгений Каминский, подробности. Европейское бюро телеканала Интер. В Иерусалиме палестинец набросился с ножом на гражданку Великобритании. От полученных ранений 23-летняя женщина скончалась в больнице. В Израиль она приехала как туристка. Пострадали еще два человека. Злоумышленника задержала полиция. Это 57-летний мужчина. Следователи предполагают, что у него психическое расстройство. Сегодня у христиан страстная пятница. В этот день верующие вспоминают страдания Христа, которые он принял на кресте. А в Иерусалиме традиционно организовывают шествие по крестному пути. Вместе с украинскими паломниками шел и наш корреспондент Сергей Ауслендер. Группы паломников из Европы и Америки, Австралии и Африки, сменяя друг друга, движутся по крестному пути. Украинская группа многочисленная. Люди приехали со всей страны. Есть из Луганска, Киева, Харькова, Одессы. Совсем молодые и очень пожилые. Все идут по пути, который спаситель прошел один раз. Тысячи лет назад. Меры безопасности беспрецедентны. Такое скопление людей чревато и атаками террористов и обыкновенной давкой. Поэтому на каждом углу старого города блокпосты, солдаты, полицейский спецназ, кинологи, снайперы. 10 тысяч сотрудников правоохранительных органов сосредоточены в столице. Полицейские работают по сменам минимум 12 часов, рабочий день. Работает не только иерусалимская полиция, работает полиция со всех округов. Интересно, о чем думают все эти люди в таком количестве, собравшиеся на площадях и улочках старого города? Чего хотят, о чем просят Господа? Каких чудес ждут от него в эти пасхальные дни? С украинцами все понятно. У них все молитвы о мире. Паломники жалуются, мол, в старом городе сегодня не протолкнутся. Да это они еще не представляют себе, что здесь будет твориться завтра. По данным израильской полиции, на схождении благодатного огня будут присутствовать около 100 тысяч человек. Конечно, большинство из них в храм не попадет, они останутся снаружи. Но после того, как огонь сойдет, он в считанные минуты распространится по всему Иерусалиму. В хорошем, конечно, смысле. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканал «Интер». А вот в Мариуполе крестного хода, скорее всего, не будет. Местные власти предлагают на Пасху шествие отменить. Не проводить его советуют и силовики. Уверяют, радикалы готовят провокации. Поэтому городские власти считают, что традиционный пасхальный крестный ход вполне можно перенести на любой другой день. За что саудовскую принцессу уволили с должности главного редактора журнала «Вог» и как восьмилетнему мальчику удалось угнать автомобиль. Об этом и не только в нашем обзоре международных новостей. Инопланетяне могут существовать даже в нашей Солнечной системе. Об этом свидетельствуют новые исследования НАСА. Ученые предполагают, что неизвестные микроорганизмы могут жить на спутнике Сатурна-Энцеладе в океане под его ледяной поверхностью. Данные, полученные с помощью космического зонда Кассини, указывают на наличие там водорода. Зонд зафиксировал облако газа, поднимающееся с поверхности спутника. В американском Лас-Вегасе произошел пожар в знаменитом отеле «Казино Белладжо». Загорелась крыша огромного комплекса. Языки пламени поднимались на высоту 9-12 метров. Несмотря на это, некоторые игроки хотели продолжать игру. К счастью, пожарным удалось справиться с огнем. Никто не пострадал. В США восьмилетний мальчик вместе с младшей сестрой дождались, пока родители заснут, и угнали машину. Дети хотели купить картошку фри в Макдональдсе. Школьник преодолел полтора километра, при этом сделал несколько поворотов вправо и влево, а также проехал по мосту, пересекая железную дорогу. Очевидцы говорят, что ребенок не нарушил ни одного правила и не превысил скорость. Впечатляет тот факт, что мальчик научился водить с помощью YouTube-уроков. О детях сообщил в полицию друг семьи, который увидел их в ресторане быстрого питания без взрослых. Экстремальная религия. На Филиппинах в Страстную Пятницу люди добровольно идут на распятие в знак памяти о страданиях Иисуса. Считается, что этим они повторяют крестные муки Христа и дают дань памяти его страданиями смерти. Это ежегодный ритуал в стране, где основной религией остается католичество. Бразильский художник Эдуардо Кобра решил установить рекорд и создал самый большой в мире уличный мурал. Рисунок достигает ошеломляющих 20 метров в высоту, а площадь всей композиции более 5000 квадратных метров. Художник работал над муралом в течение двух месяцев и за это время использовал 100 галлонов белой краски, 400 галлонов цветной и 3500 банок спреев. Саудовскую принцессу уволили с поста главного редактора арабского издания ВОК. Дина Аль-Джухани Абдул-Азиз, не согласна с таким решениями, собирается оспорить его в суде. Интересно, что принцесса получила должность главного редактора, не имея опыта в издательском деле. У руководства не было претензий к наполнению номеров. Увольнение связано с тем, как принцесса распоряжалась финансами. Расходы на издания оказались чрезмерно высокими. С подробностями на сегодня все, но наш информационный вечер мы продолжаем. Напоминаю, через несколько минут жду вас в студии самого популярного политического ток-шоу страны «Черное зеркало». Не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова